Положить камеру на стол, выключить все... Кухня, это будет отдых! Все, чики-пуки, даже табуретку кто-то оставил. О, пошло жара. Вы что, уже уезжаете? Забирай энергобалду. Я эту поездку сдала без дома. Зачем угры вы вловите? Вот так вот. Авансом можете сразу лайкосик влепить. Какая у меня семья золотая, а? Сейчас я с вами поделюсь, друзья. Отдать концы. Откуток? Опять откладываю на яички. Поросек нормально, ты молодец. Давай, покарми пиявок. Ну что, у нас попытка номер два. Всем, кстати, привет. Да, привет. Приветствую вас на канале о недвижимости. Но, так как мы хорошо, плодотворно с вами поработаем, есть время отдохнуть. Сегодня мы с семьей, как я и обещал. Планировалось вообще выезд. Ну как, она и планировалась, и выезд был на открытие сезона. Но без меня. Но, да, без семьи. Даник с нами был. Без Лены мы ездили с ребятами, чисто с мужиками. Но до такой степени была веселая компания, что в какой-то момент было принято решение положить камеру на стол, выключить все гаджеты и просто-напросто отдохнуть хорошо. Ну, сегодня мы едем на отдых. Удочки с собой взяли, но эта поездка называется отдых, да, на природе. Потому что, ну, судя по прогнознику клево, там вроде как и ветра стоят. Ну, посмотрим. Мы никогда не отчаиваемся, да. Машину, честно говоря, мы сегодня, Елена, я не знаю почему, но барахла у нас все больше и больше. Но у нас сегодня много. Он, Даник, тоже с нами сегодня. Естественно, самый главный рыбак. Ну и, что греха таить, у нас много новых гаджетов, палат. Короче, сегодня обзоров сколько будет за все это. Еще у нас новый холодильник, настоящий, от аккумулятора работают. У нас теперь будет всегда все холоденькое. Да, позже все покажем, расскажем. Ничего не пропадет. В общем, у нас какой план действия? Выезжаем туда же, на свой необитаемый остров. На черепашей. Вернее, обитаемый черепахами остров, да. Езды в районе двух часов, я думаю, сейчас по мгновению ока. Для вас так это вообще здорово. Мы уже вчера, не знаю, полночи не спавшими. Потому что, проснувшись, все мысли о рыбалке, ну, кто ездит на отдых на рыбалку, знает, что такое, да. Предстоящий день перед рыбалкой. Это бессонная ночь. Долго томить не будем. Отправляемся. Да, поехали. Я думаю, это будет несколько серий, как обычно, да. В том году у нас на три серии вытянул. Также планируем на три дня, вернее, на две ночи и три дня. А там посмотрим. Надеюсь, в этом году будет не хуже. Как будет настроение. И еще лучше будет, я в этом уверен. Так, не переключайтесь. Обязательно авансом можете сразу лайкосик влепить. И погнали. Дорога все хуже и хуже. Дожди были. В общем, Лен, надо джипа брать. Ага. Следующая цель, это внедорожник. Не говори такие вещи в нашей машинке. Хотя бы какой-нибудь простенький. Нет, для выездов на рыбалку. Наши тяжеловато, тяжеловато по таким. Ну, хотя нигде даже бампером не цокнули. Ну, идем же и идем. Нет, слава богу, да. Ну, мы уже скоро приедем. Вот такие виды открываются шикарные. Смотри, как ты развелся. Гирло как развелось. Так, вроде здесь. Вроде здесь. Ура! Мы на подъезде уже. Все. Долго ли? Коротко. Но мы приехали. На нас даже в машине напал паук. Но мы справились. Важный, да? Дважды, да. А вон нашу лодочку катят. Ту, которую Андрюха все время ремонтировал, модернизировал. Ну, в общем, в принципе, мы уже все, в лодочку вложились. Осталось только одно кресло. Вот так вот мы прибарахлились. Короче, смысл в чем? Была ПВХ-шка? Думали, вот купим казанку. Вот место там будет. Все то же самое вмещалось и в ПВХ-шку. Я не знаю, что с вами происходит. Ну, ладно, база и холодильник добавили. Ну, нифига себе. Короче, ездить с семьей, это так себе удовольствие. В плане того, что шмоток... Сколько у тебя купальников, Елена? Три. Ну, я взяла с собой один рюкзак. Вы представляете, что там творится? Ну, один намокнет пока туда-сюда, одевать другой. Сейчас, давай, заведу, потарахчу. Вам, мужчинам, этого не понять. Пойду. А кресло что, не будешь ложить? Буду, буду. Да, я пойду, тычка же надо. Правильно? Комменционный момент мы отчаливаем. Да, наконец-таки. На отдых долгожданный. Они, в принципе, быстро справились. Ну да, довольно-таки быстро. И доехали быстро, и загрузились быстро. Все идеально, в общем. Так, мы уже в Лиманах. Перегруз страшный, конечно. Потихонечку, медленно, но верно. Мы идем на свой остров. Андрей обменяет в перегрузе меня, который весит 40 килограмм. Да, Лена, из-за Лены перегруз. Да нет, шмотя реально набрали. Шмоток, энергобаза, холодильник, провизии. Ну, как-никак на три дня. На три дня уходим. А может и на четыре. Я надеюсь. Нормально. Штилляк сегодня. К вечеру вроде как две капли дождя. Ну и ладно, ничего страшного. У нас там шатер будет, вернее, тент будет. Палаточка. Сейчас еще Серега к нам подоспеет. Он уже со своей базы. Ленкин брательник. Они тоже на рыбалке. Но он так на одну ночь внучку вывез. Так что сегодня у нас по плану, Лен, шашлык-машлык. Короче говоря, друзья, это будет кухня, это будет отдых. И удочку тоже закинем. Нет, Даника мы по-любому выйдем и на спиннинг покидать. Так что посмотрим. Все супер. Мы в Лиманах. А я что хочу сказать. Я, честно говоря, сегодня проснулась в пол третьего утра. Просто проснулась. Потому что я эту поездку ждала безумно. Андрей Петанцевич, что на открытие без меня поехал. Я, конечно, проводила его с легкой душой. Там я по работе осталась. Но завидовала белой завистью. И вот наступил мой день. Мой день. Все, едем. Что она там вам рассказывает? Не слышу просто ее. Дань, как у тебя настроение? Обиденно. Долго ли, коротко ли? Но мы приближаемся. Но мы уже видим очертания. Лишь бы не было... Подожди, кричать. Лишь бы занят не было. Я распугаю всех, кто там занят. Нет, но у нас есть еще секретный... Еще один остров. Я хочу на этот только остров. Без секретных. На всякий случай. Пусто? Все, чики-пуки. Даже табаретку кто-то оставил. А после нас кто-то был, кстати. Со скатертью я сходил. Дань, ну что ты, как думаешь? Че? Встанем, как мы стояли? Не, вон там, где тогда в тот раз. Там? Да. Тут палатка встанет. Вы обычно здесь и рыбачите, Андрей. Здравствуй, мой остров черепаший. Я год не была здесь. Господи, как долго я этого сделала. Даже табуретка у нас здесь есть. Дань, дай, пожалуйста. И здесь я тоже смогу. Ну что, мы на месте, друзья. С приездом нас, да? Все по плану. Смотри, как выгорелась скатерть. Мы же ее не стали отрывать. Мы ее сейчас сорвем. Она и выгорела, и продырявилась. Ну да. Так, сейчас я выйду. Так, я тогда... Сейчас, Даник. Опа. Значит, кто смотрит, следит за нашими, за нашей жизнедеятельностью очень внимательно, помнит, что в том году мы отдыхали здесь со всей семьей. Именно мы назвали этот остров на Лимане черепаши. Почему черепаши? Посмотрите наше предыдущее видео того года. Здесь черепашки ни с того ни с сего прям наползли и стали откладывать яички. Мы его и прозвали наш черепаший остров. Ну что, загружаемся? Загружаемся. Фух. Ну и, смотри, прикольно разрослась, друзья. Ну, Андрей, хочу дать тебе бардачок, как обычно. Мы этот бардак не оставляли. Во-первых, не стопудово, пусть у нас кто-то был, табуретка не там стояла. И мангал у нас был вот там, вот на задворках. А здесь даже, вот здесь вообще палатка стояла. Не было у нас костровища, как в прошлый раз. Мы, наверное, палатку так же себе здесь воткнем. Сейчас посмотрим, как это лучше сделать. Бумаги что-то понакидано. Слушай, а остров изменился, а жабаки все те же. По именам до сих пор. Да, уже по голосу знаешь? Не, нормалек. Отсюда мы будем рыбачить. Здесь мы будем жарить. А Серега пусть сюда и подходит. Кстати, мы его сюда припаркуем. А наша, да, там так и будет стоять. Слушай, ну, нормалек у нас там все поместилось, да? Медленно, но верно. Мне надо, наверное, было 9 винт. Уже не стал, поленился 9 с собой брать. Запасной 11 лежит в трюме. 9 бы поменяли. Наверное, бы шло. Ну, обороты под пятерочку. Не хвата, конечно, 11. Ну, перегруз такой 9 грузовой бы был, кстати. Ну, это туда-сюда и менять. Не, обратно-то уже налегке пойдем. Считай, сколько воды выпьем. Сколько мяса съедим. Ленка обещала в этот раз у нас тут варганить. Врет он все. Прямо этот, скажи, как я вам. Высокомолекулярную кухню. Ну, все, как вы любите, да? Помните, у нас тут все по феншую. Все по-взрослому. Андрей Валерьевич. Раскладываемся и вперед. Да, меньше слов, больше дела. Мужчины мои раскладывают палатку. Палатка у нас в этом году новая, большая. Поэтому пока мы с ней очень долго мучаемся. Первый раз, потому что сейчас Серега должен приехать, брательник мой, с внучкой, с дочкой проверить нас. Я думаю, что это не палатка, а однокомнатная квартира. Что, получается? Да вот, смотри. Ну, смотри, 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 смотри. Вот, ну, да. Вот, и чтобы быть вообще в тишине. Сюда идти не на моторе, а на веслах, блин. Пока мои мужички собирают палатку, делают навес. Сказали, мама, ты пока отдыхать, ты нам будешь на кухне нужна. Я решила выйти вот порыбачить. Закинула удочку, и я поймала карасей или окушков. Окуней, окуней я поймала. Брыкаются, молодые, озорные. Вы че, уже уезжаете? Забирай энергобазу. Че, Серега, ветер, да, поднимается? Да, грущаный вам пересечь, надо прям. Уже мясо подошло, там уже сейчас мы там шашлыки, шашлыки. Вы и шашлыки, да? Так, вы сегодня домой? Да. Там кошак. Гуд бай, моя мама, гуд бай. Погостили и хватит, да? Сергей, мы здесь еще три дня будем. Приезжайте. Что вы к нам? Казан-кабаб завтра у нас. Все, опускай. Все? Пока-пока. Пока. Спасибо, что приехали. Пока. Пока, Даня. Пока. Смотрите, как мы убьем. Смотрим, смотрим. Не насмотримся. Да что ты. Че он сказал? Давай скорость. А. Пока. Пока. Ребята уехали, им сегодня домой. Ветерочек подымается, а им там большой грущаный лиман пересечь. И вот чуть ветер быстро расколыхивает. Вот. Так, ну мы чуть-почуть уже чуть-почуть уже оборудовали место. Единственное, что что-то я палаточку новую взяли, но я как-то подрасчитывал, что два матраса влезет. С той стороны место свободное, но второй матрас никак. Но будем вот так, значит, штабелями. Нормально смогу. Или я здесь вообще смогу. Я предлагаю здесь. Да, да, да. В тамбуре. В тамбуре. Второй матрас тоже взяли. Не знаю, я, блин, читал по аннотациям там размер совсем другой. Характеристики были указаны. Может, я что ошибся. Все в процессе. Вечерком курочку пожарим. Холодильник. Тенечек тоже убрали. Блин, холодильник вещь. Вещь. Только вы подоставали. Сейчас надо будет обратно убрать. И он, кстати, показывает, он плюс один градус. Нормально уже. Даже стенки он приморожены. Так что. Да, сейчас подумаем. Либо я в тамбуре. Кстати, энергобаза молотит. Вообще нормалек. Еще не заправлял ее. Уже часа три молотит. Свет провели. А, Даник уже даже. Окунька взял такого хорошего. Еще спиток. Ну, вечерком выйдем, наверное, все-таки. Поблесним. Накоптилочку. В общем, отдых продолжается. Вернее, только начался. Каждый занимается своим делом. Папа готовится к вечерке. Даська разжигает мне костер для моего салатика баклажанова. Ну, а я готовлю этот салатик. У меня вот, кстати, такой вопрос, друзья. А вы вообще доверяете рыболовным календарям? Прогнозы рыболова? Как у вас? Бывается? Нет? У меня, например, все эти дни стоит вообще клево. Так что будем пытаться опровергнуть. У меня пару приложений, я по ним ориентирую. Болтался, даже не держал бы. Эх, женщина. Говорят же, да? То, что касаемо кострами, я только на мозге. Дань, тебе с какой стороны будет удох от руки? С этой? Ай, блин. Все, это твое дело. Я вам показал. Я вам показал. Хотела рыбу плавить, а вот так и вот. Да, сейчас она не клюет, ничего. А в итоге мамин салат будет. А вдруг там сейчас окунь огромный будет? Ага, или щука, да? Мой любимый салатик будет. Икра баклажанова с чесночком. Папа, что, отдыхаешь, да? Папа все контролирует. Пока все по плану. Все под контролем. Даська продолжает жарить мне на салатик овощи. А вообще вот что получается. Ну, я думаю, что этот рецепт знают все, кто походники, да? Сейчас снимем кожурочку, порежем. Чесночок с лучком, масочком заправим и будет огонь, огонистый. Папа нас пытается что-то поймать. В общем, отдыхаем. Скоро будет няма. Да, что-то я, кстати, уже прям проголодался. Проголодался, да. Мам, что ты тут делаешь? Я готовлю вкусный салатик, который ты сейчас обжаривал на мангале. Теперь я снимаю кожурку, сейчас все порежусь, ножком заправлю и... Даник обжаривает. Леночка готовит. Эх, какие... Какая у меня семья золотая, а? И ты золотой. Что там у нас? Да, блин, все, уже огня нет никакого. Ну, так раздувай. Да я это делаю. А там остались только эти, как их называется? Там уже... Синенькие. А как вообще синенькие? Баклажаны. Баклажаны. Ну, синенькие, это что-то народе, а так баклажаны. Слушай, ну, у них вкусно. Что, вкуснотища будет? Конечно, огоньком еще будет, дымком отдавать, чесночком. Андрей, ты съешь? Хотя Андрей не любит, кстати, пока это самое овощи, но он съест, я знаю. Я в прошлый раз говорил, помнишь, не люблю, не люблю. А, упорол. А Даник загорает, кайфует, удочка пылится стоит. Время два дня, не клюет, я пару раз даже спинник закинул. Уже три часа? Да. Отстаете от времени, папа. Вот так полянку оборудовали, все в тени, холодосик у нас. Все холодненькое. Напитки холодненькие. Какой кайф, а! Кстати, холодильник взяли. Ну, конечно, еще преждевременно говорить какой-то отзыв, но у Калька, у Карифана то же самое, только 50 литров. Я взял сороковку, я думаю, для семьи более чем достаточно. И, честно говоря, во-первых, подсветочка есть, во-вторых, до минус 20, вон и не даже уже на стеночках. Работает и по блютузу с телефоном, что тоже удобно. Я в машине его поставил и поставил машину в багажнике. И удобно будет я, удобно было я в процессе езды, контролировал, какая там температура. Боялся заморозить пиво. По блютузу сконнектал с телефоном, видел, сколько там температура внутри. Палаточка. Короче, все уже разложились. Спиннинги, кстати, я подготовил на вечерку. Все-таки мы, наверное, выйдем в ближайший лиман. Даник, он на удочку все пытается. Одного, какого он ног у меня взял хорошенького. Дань, еще спиток таких же возьми, а вечером закоптим. Андрей подумал и решил, что ну не хватает зелени в салате. Конечно, не хватает. Вообще, зелень это сила. Это кальций. Я люблю зелень. Зелень это очень полезно. А добавляем сюда, это то, что мы обжарили на мангальчике, на шампурах, перчик, помидорчики, синенькие баклажанчики, чесночок мы не обжаривали, лук тоже не обжаривали, сдобрили все это маслечком. Сейчас зеленочки добавили, размешали и скоро съедим. Всем пока, я пошел в лиманы. Давай, покорми пиявок. за щукой. А, за щукой. Мотор включил? Вот любитель, а. не клюет, да. Погнали сходим на вечерочку. Опа. Как обычно, да. А мы ненадолго. Отдать концы. Ёбареса пошли, пошли, да. Офигенно, бля. Так, Юнгом, это твой косяк. Ничего не знаю, это твой косяк. уезжающий, провожающий, да. В общем, рыбаки. Да. Я сейчас ее включу, кстати. Сейчас проверим. Принимаешь? Сбоку черная большая. Принимаешь, вот? Да, слышу, только ты до конца говори, а потом отпускай. Быстрее возвращайтесь. все, нормально слышу. думаешь, окушок был? за один заброс, три выхода. Да, нормально она на место указала и скрылась кусты. На Хорвата три выхода было, таких прям красочных и мажут. один очень красивый был. Она аж выпрыгнула, да? Ага. Вон, смотри, прямо прикольный там будет. щас, С этого забрасывая что-то должен поймать по-любому. По-любому. Окушок? Да, такой, небольшой окушок. Под названием шнурок? Да. В онлайне прям. Да. Опять шнурки отпускай такую. Ну, это по-любому, да. Просёк нормально, ты молодец. Ой, блин. Аккуратно. Ну её за жабры же, да? Можешь за жабры брать, можешь само яйцо. Аккуратненько. Вот такая вот щучка. Ну такую это прям по-любому отпускаем. Конечно, отпускаем. А, она сама выпрыгнула. Молоток. С почином тебя. Офигенно. Еще раз, ну, в дальний угол попробуй. Угу. Хорошо. что-то поклевывает хоть нет ты сегодня вообще ударе я уже не стал ну двоих ты взял шнурков ничего страшного первый вечер и так нормально завтра утром вообще офигенно завтра пораньше сегодня пораньше ляжем спать завтра пораньше встанем на рыбалку на утряночку мы в прошлый раз 5 на воде были или в 6 6 на воде ну вот где-то так же и помнишь тогда в только часов 8 начинала да ладно завтра сходим по вроде в другие лиманы сегодня подумаем куда посмотрим по провизии по заправке может быть сторону базы даже чтобы на обратном пути на базу зайти твой излюбленный хорват да кстати почему мы называем этот остров черепаши казалось бы да вот ну вот стемнело мальчишки мои приехали с рыбалки и почему черепаши а потому что вот опять откладываем яички скорее всего даже не черепаши устрова родильный дом черепаши из наверно вот так вот сиди сиди мы тебе мешать не будем откладывай кстати у нас вот уже вечер так у нас все это выглядит вечером ой прям заводь такая у нас классная в общем сидели мы отдыхали папа говорит а поехали покатаемся я покажу вам как у нас фары работает на лодке вот мы лишь и решили а поехали фонарик мой фонарик моего на углу лен подать вот пошла жара так а подождите а вы чем я не берете что ли ну так подождите меня ребята все прямом эфире как говорится извиняйте за качество съемки да в онлайне все готовы да а ты прав мотором поедем не серьезно что теряется качество андрей а ну надо настраивание вообще огонь да а вот мы и дома я стал вечер первый вечер до нашего отдыха сидим отдыхаем разговариваем о рыбалке да не делится впечатлениями сейчас я с вами поделюсь друзья получается сегодня мы приплываем в лиман останавливаемся там я делаю первый заброс блин щука сразу просто сходу ой блин комары извиняюсь сходу просто делает выход но мимо потом догоняю так стрелой тоже мимо потом делаю второй заброс тоже мимо тоже как-то красиво там что-то сделала потом мы расскажи когда она выпрыгнула потом мы переплыем в другое место я делаю тоже парочку забросов нифига потом еще один заброс немножечко ждем 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 и она просто выпрыгивает как дельфин какое-то просто это все на хорватское яйцо я говорил вот эти окошки там прикольно да было там принципе другого воблера и не кинешь зацепы будут хорват нормально ну в итоге чем мы взяли двух окушков до до даника сегодня окунь который на удочку всего три решили холода собрать завтра уже чем с ними сделаем так что сегодня ну так скажем эмоции много но рыбы мало ничего страшного только первый день сегодня у нас задача такой не стояла у нас сегодня была задача просто настроить лагерь принципе мы с этим справились быстро свет вон на комарья конечно ну благо у нас тут все предусмотрено прошли обработали территорию тут термосел кстати офигенная вещь это сейчас просто камера здесь фонариком они что-то налетели а так сидим он как видите футболочках принципе нормально не обохмурится но вроде как и передавали да на сегодня ночью ночью вот пускай лучше он ночью и пройдет там уже ну утром что хотя с другой стороны как говорится чем хуже погода для рыбака тем лучше погода для клёво для рыбы ну завтра посмотрим и этот можно это миф что мы сегодня имеем мы сегодня имеем что мы приехали именно отдыхать у нас не было цели именно рыбалки мы приехали отдыхать на наш любимый остров черепашек кстати я снимала я уверен что андрей потом подгрузит черепашек потому что опять же сегодня мы принимали роды у черепахи в нашей палатке две до штуки заползли откладывали яйца закопала все это дело отдых пока еще хорошо все все идет по плану все нам нравится да не пока еще вообще кайфово дождь поoshi да то дождь это ладно самглавно в холодильнике минус 4 холодные напитки колу убрали обратно пола вообще ледяная в общем нормалек базу на ночь я заправил не знаю по таракте там спать будем ложиться выключим ленка жалуется что слишком громко а Так, в принципе, все настроили, все четко. Да, уже чуть посидим, еще поразговариваем и тоже в люлю. Так что, друзья, мы с вами не прощаемся, а всего лишь говорим до завтра. Все, всем спокойной ночи. Увидимся утром. Спокойной ночи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!